Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты нагнетаешь Возможно, стоит здесь немного пожить Да нет же Я всю ночь спала нормально И никакой шум меня не разбудил Хватит верить в эти сказки Ты прекрасно знаешь, что нормальных домов не бывает Так установи камеру и убедись сам Так и сделаю Смотри Ничего не происходит Кажется, ты была права Где ты нашла этот дом? Нациан Куда ты? Выясню, что здесь происходит Ну что, удалось что-нибудь найти? Ну, нет Я просто решил сделать аппликацию Ты взял куртку, чтобы дойти до кабинета? Неважно Что за циан? Сервис по поиску любой недвижимости В том числе и загородный Нужно купить или арендовать дом, коттедж, дачу Или даже участок, выбрав из большой базы Застройщики, продавцы и арендодатели проверены Так что все надежно Поэтому с этим домом все так нормально Мам, папа, на живое! Вы говорили, что мое искусственное Субтитры сделал DimaTorzok Это шоу Блицкрик Здравствуйте! Как же мы же уже рады, что уже и начали! И сегодня у нас в гостях три королевы Ну, королевы Начнем по порядку Соведущая Михаила Фишера и Николая Сердотецкого на Радио Маяк Финалистка голосования премии КВНчик года на сайте КВН для всех Королева Комеди Клаб Она прям знает, представляете, кто у них там Зураб Матуа Марина Кравец Привет, 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 привет Следующая королева Девушка на свадьбе из фильма Одноклассницы Лера из 14 серии сериала Чужой район Королева острых репортажей и не менее острых сосочков Алла Михеева Девушка у кинотеатра в фильме Скажи, Лео Проститутка-брюнетка в сериале Грибной король Случалось, да? Гость программы Битва экстрасенсов 17 сезон, первая серия Кому интересно, смотрите Станиславский сказал бы, не верю А я бы сказал, да норм, баба, че ты, королева Настасья Самбурская И человек, который может извлечь квадратный корень даже из женьшеня Сраный умный Эй, сраный умный Йоу, да Не хочешь занять и это место? Ну и что же, девочки, здравствуйте Здравствуйте, Рустам Рептилоид Здравствуйте Я, если честно, немножко расстроилась, когда я оказалась с двумя женщинами Ты тоже думала, что тебе одну за... В Казахстане Да, не по сегодня, это что-то другое Обычно мужчины помогают тебе дошутить А мы кто? А вы, Рустам Рептилоид, и сраный умный Вот так Какая жопкина сладенькая Давайте поаплодируем еще раз Настасья, а вы на каком-то секретном задании или... Я просто... Я, видимо, шоу перепутала Я на кулинарное шла, а тут как бы шутить надо Ну хотите, мы что-то приготовим Пожалуйста Сварганим Давай Все хорошо? Все хорошо у вас? Можем начинать? Как у тебя? Все замечательно А, у меня? Да Что, не видно? Не переживай, все наладится От российских дизайнеров плохо не может быть Вы сейчас были похожи на собаку Да? Сикаю? Имейте ввиду Да Как мальчик У меня собака Шнапс, он мальчик, но он год ходил в туалет как девочка Придурок Можете показать как? Как он ходил как девочка? Сравните интересное сказать, да Ну, не раздеваясь, не отрывая, вот вы так сказать Смотрите, вот я собака Так Мужчина Собака стоит вот так И вот мальчик, если писает вот так Вы уверены, что так? Да Возможно А девочка, она как-то, девочка собака Не натуральная Она вот как-то прыгает Собака в планке стоит Это аплодисменты Конечно же, это три балла, да, сразу? Да У нас познавательное шоу Опачки, что-то случилось Так, так, так Твой лоб, мое счастье, твое плечо, моя удача Блин, ё-моё Что вы сделали? Что такого? Почему? Почему? Мы одновременно сказали познавательное шоу А когда говоришь одновременно, нужно... Твой лоб, мое счастье Одновременно Двойная норма Это шоу Блиц Крик У нас первый раунд Факты Начинаем! Это первый раунд Факты И начинает у нас первый раунд Марина Кравец Марина, здравствуйте Да, здравствуйте Здравствуйте Первый факт для вас Давай 90% женщин недовольны? Ну, наверное, конечно же, собой, да? Своей фигурой Ничего себе! А давайте посмотрим правильный ответ Своей фигурой! Два балла Правильный ответ Продолжаем Я думала, ты скажешь Вот они, Марина 90% Пожалуйста Ничего не 90% Вы как раз Все 10% Да вообще Просто что ты делаешь С нами вообще? Женщина На все 10% Ну что же, Мариночка Продолжаем А, то есть я сейчас дальше? Да-да-да Окей, хорошо В среднем Ребенок 400 раз в день Хочет писать Так-так-так Но реализует Только 12% Ух ты! Ну давайте посмотрим Правильный ответ Задает вопросы Ну, один баллик Мы вам даем Продолжаем Спасибо большое! Медаль С тремя обнявшимися голыми мужчинами Вручается А, я опять? Да-а-а Я думала, я вылетела уже с программы Так, мы медаль С тремя обнявшимися голыми мужчинами Вручается шведской семье Регулярно Они проходят аттестацию И им еще одна медаль вручается Если распался брак из трех Значит все Аттестацию не прошли Каждому по одному голому мужчине раздается Ну вот и один баллик Мы вам даем Правильный ответ Нобелевским лауреатам В принципе, да Классно Странно умный А почему Такая медаль И Нобелевским лауреатам? Конкретно эта медаль Вручается за премию Мира Нобелевскую И она называется За мир и братство В сознании автора Этой медали Мир и братство Выглядит как Три обнявшихся голых мужика Ой-ой-ой Отлично Ой-ой-ой Мир и братство вам Лауреаты Марина, вы ответили Три раза подряд успешно Поэтому у нас переход хода Аллочка Михеевочка Здравствуйте, Рустам Рисович Здравствуйте Здравствуйте Мы меняем свой голос Когда разговариваем с человеком Который Это знаете Когда в детстве Были домашние телефоны И звонили вас разыгрывать Ну типа Здравствуйте Это не зоопарк Да, нам как раз Объяснили И Вот тот человек Который звонит Разыгрывать по телефону Он меняет голос Чтобы разыграть Вот это все там и написано Вы не поверите Давайте посмотрим Давайте посмотрим Правильный ответ Нам нравится Человек, который Мачка, мой хороший Человек, который нам нравится Вам нравится Человек, который вас Разыгрывает по телефону Я люблю Разыгрыш Любите, да? Понятно Переход хода Настасья, здравствуйте Все хорошо? Добрый вечер Да, держимся пока Держимся Если хотите В любой момент Вы просто можете Снять туфельки И стоять босиком А, вы думаете Что дело в туфлях? Нет Возможно Или Может трусики жмут Нет? А тебя не жмут? Мне? Да Не жмут, к сожалению Прикрасно Писка маленькая Ну ладно Потом об этом Хорошо Факт для вас Мочу ежей Используюсь как Да бля Ну Возможно Возможно До этого Хоть как-то Можно было догадаться Возможно Как краситель Для кофт Куда нельзя А где вообще Ежи водятся? В Геленджике А еще? Ежинджике Ежинджике А почему В Геленджике Просто А потому что Я шла с собакой Да, которая делала Вот так Покажи еще раз Пожалуйста А как вы шли с собакой В Геленджике? Вот смотрите Там есть Там есть Набережная Очень красивая И длинная Ого А почему же тогда Ницца Обычно? Аллочка Почему не каждый год Геленджик? На двери Кажется Ницца Еще какие-то Европейские города Нет? Марина Вы сейчас Сама с собой Разговариваете? А я отвечу На свой вопрос Мой ответ Коктейль Да Мой ответ Коктейль Коктейль Отлично Один балл А правильный ответ Средство от алкоголизма Ничего себе Срано умный Поясните Средство от алкоголизма Это что? Может быть и коктейль? Данный метод Использовался Во времена Древней Руси И это Можно сказать Действительно Коктейль Перемешивали Мочу Ежа С водкой Не знаю Как добывали Мочу Ежа Наверное Заговорами Держали Ежа Под коленки И Вот И смешивали С водкой Настаивали Давали Мужику Который Пьет Часто И Считалось Что таким образом Он избавится От алкоголизма Так что Коктейль Это правильный ответ Ничего себе Тогда Два балла Мочи Вак Два Ба О А Ну и продолжаем С вами же Агент Романов А это комплимент Был Изобретатель Телефона Александр Бел Ни разу Не звонил По нему Жене И матери Потому что Потому что Изобрел телефон Мне кажется Он умер Наверное До того Как Он наверное Умер А потом Его вот это Изобретение Наверное Его уже О смотрите На телефон Похож Вот так Ну давайте Посмотрим Правильный ответ Согласны? Правильный ответ Обе они были глухими Представляете? А он еще и умер А они не услышали Вот это семейка Один мертвый Две глухих А странно Вот вы вроде бы умерли Но стоите Он цыганский памятник Алла Этого всего нет Все что вы видите Это все вымысел Реальность Только в Геленджике И с собакой Вот ущипните Очень сильно Марину И вы убедитесь Ай коза Марина Кстати Меня нет Марина Кстати Мы вновь Возвращаемся К вам Здравствуйте Здравствуйте Факт для вас В Армении есть Необычный налог На национальность Почему? Ну как вы это объясните? Как государство Очень быстро Может набрать Денег в казну Поэтому сейчас Большой поток Армян С Арменией Если ты армянин Ты платишь за то Что ты армянин Ты как бы Благодарность свою Выражаешь Сейчас Я сейчас Один балл Правильный ответ На долму На пыль На пыль Почему? На долму А вот смотрите Сранумный Почему на пыль? Это что такое? Данный закон был принят В начале 20 века В Армении И чтобы не было Много пыли Государство берет За каждый квадратный метр Два драма С населения За удаление пыли Ничего себе Вот такая драма Представляете? Представляете? Респект Армения Продолжаем с вами же Екатерина Вторая Часто использовала Узел любви Который по сути Является Пупком Сейчас мы Часто использовала Узел любви Узел любви Ну что это? Девочки давайте Думаем Вспоминаем Кстати девочки Хотите? Можете вообще Коллективно Решать Давайте вместе подумаем Екатерина Вторая Часто использовала Узел любви Она же императрица Она бралась К родюмой Свою жертву Узела любви И приступала Подожди Я никогда Не связана С лошадьми С 말씀�合 Пойду приступлю Узел любви Настя Есть какие-то Насп фотографии Варианты? Ты еще на моче Ежей пока Стоишь Твердо Так, вторая, использовала узел любви Ба-ба-ба-ба Ну не знаю, с вязанными Простыни, наверное, она ручки себе обматывала И ее, э-эй, граф, иди сюда Ко мне Смотрите, один балик Правильный ответ Печатью Как можно догадаться-то хотя бы Хоть вот вообще Вам интересно, почему печатью? Вы догадываетесь, нет? Почему печатью? Объясните Личную корреспонденцию заверяла печатью В виде узла любви Это такая веревка с тремя узлами Называется женский герб Их использовали королевьи особы Понятненько Марина, продолжаем Давайте Автомобиль БМВ-303 Стали называть автомобиль с ноздрями Из-за? Ну, видимо, из-за Эта Как это? Решетка радиатора? Что это? Давайте посмотрим правильный ответ Правильно? Уникальной радиаторной решетки Два балла БМВ, у вас действительно уникальная радиаторная решетка Правда, лучшая вообще Эй! А, да, простите Продолжаем у нас переход хода Аллочка, здравствуйте Приходим вновь к вам К Раджио! Мне понравилось Он мне тоже А еще мне нравится странный умный Ого! Ну уже это выбрать надо Что-то как-то нас оставило без этого Да, без мужиков на этом проекте А над вами висит еще там один А я, блин, вот так ногами теребит Вы мне тоже, Аллочка, понравились И особенно вот этот факт для вас, который будет Я их сращиваю И вообще это что-то с чем-то в голове Да, сейчас будет какой-то трэш Итак, факт для вас Во время тверкинга практически отключены Ааа, все группы мышц попы Ого! Сто процентов, сто процентов Она там болтается В разнобой? Она болтается в разнобой Как-как-как? Потому что отключены все мышцы попы А Алла, если честно Расскажи, ну правда Аллочка, мы не понимаем Можно пока Да мы господа Вот вы понимаете, что она Никто не понимает Я объясню Объясните или покажите Подождите, мне мой тренер в зале говорит Что у меня нету То, на чем нужно показать Смотри, Алла, не сможешь показать тверк Показывай собаку Сработает А собака, знаете, как радуется Тверкает? Тверкает? Да, она Уже Вот так он делает Класс Алла, Алла, второй раз Понимаю только меня Ну это двойные аплодисменты Правильный ответ Ягодицы Когда еще человек отрадовал бы слово ягодицы? Аллочка, во-первых, за правильный ответ Два балла И один балл за собачку Чисто для общего кайфа Это я как на крокодила пришла Аллочка, продолжаем В пятидесятых годах писательница Полин Риаш Написала настолько непристойный роман, что ее Пригласили в публичный дом Ой, как интересно А писала, пригласите меня в публичный дом Раньше так никто не делал А они собрались шлюхи И говорят, господи, а мы же это не умеем Давайте позовем Полин Риаш, чтобы она нам это все показала Как я Ну, один балл мы вам, конечно же, начисляем А правильный ответ Что ее решили привлечь к суду Так банально Так банально А, кстати, да, сексуальная революция пошла только в постмодернист После семидесятых, да? Угу Вы ее не посолили, сто процентов Когда кашу соленую варишь, ты что делаешь? А, нет Так, так, так А, нет, там ешь, это не то Мы молчим, да? Сладкая пища кажется отходительной, если вы Если вы не любите сладкое Ну, это медаль за логику Сравни, умные, спасибо большое А медаль за логику у нас в форме 0,5 балла А меня устраивает Да, но, девочки Это же больше, чем один Ну, что же, и правильный ответ Если вы перегрелись Да ладно Да, а вот смотрите Если я вдруг начинаю обжираться, мне нужно идти в сауну И тогда у меня пропадет Не, наоборот, надо идти в сауну перед тем, как хотите обожраться Да И будем худеть Да Окей Сраны, умные Да Есть ли какое-то интересное объяснение? При тепловом ударе первое, что страдает, центральная нервная система Соответственно, ваши рецепторы неправильно воспринимают информацию Ну, что же, у нас переход хода А я уже ответила на 3 Ну, 0,5 мы вам за логику дали, медаль Это не Вам этого не хватает? Да нет, хватает Нет, ну скажите честно Мне дай один, господи Нет, не надо мне один Потому что это жалко Не один, главное потом отдайте деньги Действительно, дай Насте один Ну, вот за то, что Настя вступилась за вас, ей один балл даем Ну, Марина тоже вступилась, но ей 0,2 дадим, потому что у нее и так много Ну, кстати, Настя хоть и странная, но она мне нравится Ну, отлично Ну, а мы все же переходим к Насте Настя, здравствуйте Добрый вечер Факт для вас У рыжих людей есть суперспособность А что, да Может, они лучше слышат Не, я не думаю Может, они лучше слышат Сраван умный, а состоять в группе Иванушки Интернешнл это суперспособность? Ну, я, допустим, не могу так Ну, что же, девочки, ваш коллективный ответ, за которым мы начислим прекрасные баллы Настя Настя Есть суперспособность? Может, они гибкие очень? Нет Нет Был у меня один ружей Почему нет? Весь веснушка глуховат, не гнется Предлагаю это за ответ, за честь У рыжих людей суперспособность, был у меня один ружей Ну, один балл мы, Настя, тогда присуждаем Черт с ним А правильный ответ У них более высокий болевой порог Интересно Продолжаем Настасья, здравствуйте Как вам тумба? Хотите забрать, мы вам подарим Факт для вас В 2004 году женщина из Тайваня, чтобы защитить себя от эпидемии пневмонии, пролежала 12 часов в ванной наполненной А это что-то съестное или это противное? Ну, это, оно, знаете, и съестное, и противное Это что-то перележало, и оно протухло? Ну, нет, это больше стояло И вам стало грустно, и вам стало грустно? Изобрели унитаз, способный унитаз, способный распознавать, ну, жопу А первый вариант был мужа? Давай примем, Рустам Давайте, мы принимаем правильный ответ человека по его анусу Ну, анус, это же жопа Два балла вы получаете, аплодисменты А разъяснение такое-то А сраный умный Расскажите Вам сам Бог велел рассказать про это Этот унитаз предназначен для того, чтобы распознавать болезни Такие как рак толстой кишки и простаты Соответственно, он может запомнить каждого члена семьи По его характерным особенностям и отслеживать состояние здоровья Респект вам, стэнфордские ученые Унитазы За такие унитазы Марина, факт для вас Давайте Благодаря своим привлекательным формам Античная статуя получила название Венера Калипига Что буквально переводится как Ну ладно, давай большая грудь Большая грудь У вас же можно заказывать себе подарки? Да можно Слушай, а у нее небольшая была, кстати Внесите грудь в студию А может и небольшая Анастасия связалась с ней по видеосвязи сейчас Там вообще там единичка Нет, я думала, что точно что-то большое У нее там голая попа, задратая вот так вот эта штука Задратая попа Платье она задирает, но у нее там голая попа Нет, это сиська Нет, там прям полностью две ноги голые А на сиську перекидывает через плечо Как-то вот так вот она Ага, большая, большая Ого, как не увидел Давай, большая попа Большая попа? Да Правильный ответ Венера прекрасно задая Ну хорошо Но большая попа, она же прекрасно Прекрасно, конечно Задая Два балла, два балла Аплодисменты Два, хорошо Я в него доходил Почему ты, почему-то мне хочется сказать, что нечестно Почему? Ну потому что Анастасия посмотрела в телефоне Описала А это ж не я отвечала Да Ты что, ты серьезно расстраиваешься? Я не знаю почему, я говорю честно Я расстроилась Давай мне один балл Да, значит, какой один балл? Переход хода, большая грудь, было невесело. Короче, давай, ты судья, ты мужик, ты главный, решай, что делаешь, и едем дальше. Один балл вам все-таки мы даем, и вам один балл даем? Не надо мне. Надо. Да-да, Игос. И тогда два балла. Нет. Три. Договорились. Че-то вы офигели. Три балла Алине Михеевой дайте. Великолепно. Обалдеть. Я реально боялась, что все скучно. И на этой прекрасной ноте первый раунд подошел к концу, и у нас впереди второй раунд. Цитаты. Ну что же, странный умный, огласи, пожалуйста, количество баллов у участников. Итак, по результатам первого раунда Марина Кравец заработала 9,2 балла. Ого. 9,2 балла. Алла Михеева заработала. Наклянчила. Алла Михеева, я джентльмен, заработала 7,5 баллов. И в них наклянчила. Нет, нет, правда. Нет, правда. Ему было приятно, просто мне их всучит. Это правда. Она отнекивалась, как могла. Инастасия Самбурская заработала 7 баллов ровно. Ого. Я ищу. Куда? Я интернет-гонщик. Смартфон. Тут от 4G свободен. Ты сегодня строгий, да? Добро пожаловать, Домини. Это же Домини. Домини. Ооо. Как дела, Дом? Скачал терабайт, пока ел свой завтрак. Ооо. Чувак, я скачиваю терабайт за время между нажатием на кнопку блокировки и затуханием экрана. Домини. Ты же придумал эту фразу, да? Встанем на 402 гигабайт. Ооо. Самоуверенно. Чехол крутой. А что под капотом? Узнаешь, когда проиграешь. Ха-ха-ха-ха. Чехол крутой. Чехол крутой. Чехол крутой. Чехол крутой. Домини. Чехол крутой. Чехол крутой. Чехол крутой. Чехол крутой. Чехол крутой. мегафона начинает 2 цитаты брум Настасья брум самбрумская Зивяк всю жизнь я бегала по коридору а там парус это песни да что нет она где-то сказала сидела с мужиками например в сауне на кухне курили а там бегаю по коридору блять мужики блять бегаю блять бегаю блять а там блять а там жизни нет блять коридоры в россии отстоим у нас страна это коридор не свернуть никуда идешь прямо а сзади гонят тоннель тоннель ну красивенько давайте посмотрим правильный ответ а там была дверь за которой меня ждала вселенная марина цитата для вас давайте коко шанель все в наших руках поэтому нельзя их опускать правильный ответ их опускать действительно вы угадали ну как а я еще знаю один правильный ответ так и мне зиверт и тут шанель одно слово а там у зиверт она там что-то бегала где-то вот че я протестую ну ладно Настасья не воняйте один балл нет из-за того что вы мне дали этих три балла первая отвечала не я опять она так это же хорошо что она первая отвечала а не я хотела поиграть ты бы не угадала эту фразу зиверт вы помните правильный ответ да а там ждала а там была дверь за которой ждала меня вселенная Настасья а вы помните какой был правильный ответ на мой вопрос у нас передача карьера на вас побыстрее да а там меня ждала что-то целая вселенная дверь дверь за которой была целая вселенная ну полтора балла даем Марине за подсказку отдай свои 05 ооо красиво от нашего стола вашему ооо красиво продолжаем с вами а со мной давай окей Алла Пугачева любая женщина всегда актриса и если она плохая актриса она она так себе женщина она так себе женщина но наверное не то давайте посмотрим правильный ответ проиграет она проиграет давайте следующий вопрос а уже к сожалению у нас ай не мне переход хода пожалуйста Аллочка ну вот мы и поиграем сейчас у меня только уже ум пропал уже? кстати вы сраный умный да заткнитесь так вот кстати мне реально интересно у меня папа когда мне было 7-8 лет и так и дальше он всегда моих женихов которые мне звонили чтобы допустить меня к нему на общение он говорил задавал вопрос синус 30 градусов ого одна вторая аааа понятно минус балл нам минус балл нам вы готовы к цитате? красочек Сергей Есенин без женщины даже Наполеон был бы простым геем ахахахахахахахаххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Правильный ответ идиотам. Как странно. Аллочка, продолжаем. А где ваш тот голос? А, поиграем? Поиграем? Малочка. Да, заводится. Подойдите сюда. Нет, ну тут в целом он сыграет, конечно. Подождите, до меня только дошло. Вы сказали 6, 7, 8 и далее лет. Вам с 6 лет звонили мальчики? И ваш отец с 6-летним мальчиком задавал вопрос. Синус 30? Может быть, она любила по старту. Я сама не понимаю. Хотите, папе позвоним, узнаем, почему так. А что, сейчас мы ему позвоним, он скажет, синус 30. А мы скажем, одна вторая. Он скажет, все, допуск разрешен. А мы скажем, а мы уже допущены. Нет, хотите, позвоним? Давайте позвоним. Позвоним? Давайте позвоним. Петлички чуть поднесите тогда. Не, не уходите. Рыба, привет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Папа, сейчас тебе задаст вопрос сраный умный. Так, стоп, стоп, стоп. Я прокололся. Это не рыба. Мы хотели бы узнать синус из 30 градусов, чтобы получить допуск к общению с вашей дочерью. Так я, алло, три года ночью, ему равен синус 30 градусов. Одной второй? А вы откуда знаете? Все. А я вам звонил в 63-м, когда, когда Али было 7. Хорошо, папа, спать. Не знаю, в 96-м. Ну, допустим, одной второй. Папа, пока. Я тебя люблю по-прежнему. По-прежнему. Несмотря ни на что. Ой, класс, класс. Пишите в комментариях отец Аллы красочек. Именно красочек. Все, продолжаем. Цитата для вас. Юрий Дудь. Не страшно ошибаться, страшно быть... Мною. Объясню, почему. Мне Юрий Дудь нравится, но он страшный. Ну, нет. А почему он страшный? Ну, у него узкое лицо. Я ответила. Не страшно ошибаться, страшно быть мною. Мною можно включать все, что угодно. Интервьюером. Страшно быть, страшно быть. Еще кем? Страшно, ну, 20 стих. Да не мучай ты уже, давай. Правильный ответ. Не страшно ошибаться, страшно быть унылым говном. Заебись. А я никогда не знала, что Юрий Дудь может употреблять такие слова. Как унылым. Алла, у нас переход хода. Настасья, заебись. Ольга Бузова. Ёб твою мать. Я никому в жизни ничего плохого не... Кружок. Ну, это уже коллективный ответ. Один балл. Ты что, не делала, не желала? Неужели кружок? Кружок. Прекрасно. Вам понравилось кружок? Кружок, да не, не, не может быть. Кружок, она очень смешная. Нет, там что, Тарасов, что-нибудь такое. От Марины вам один балл, соответственно. А правильный ответ. Ничего плохого не думала. Я никому в жизни. Ничего плохого не думала. Да, вот так вот, Настасья. Мы сами в шоке. Но при этом в этой сложной обстановке мы двигаемся дальше. И цитата для вас. Следующая. Алена Водонаева. Ого. Девочки, если в ваших руках есть член, то вы уже... Звоните Алене. Я бы тут порассуждала. То вы уже от него не избавитесь. Никогда. Аленушка, извини меня, что я тебе звоню не для того, чтобы узнать, как у тебя здоровье. Просто я сейчас на передаче. И у тебя была такая цитата. Девочки, если в ваших руках есть член, то вы уже... А дальше что? Громкая связь. Сейчас поставлю громкую связь. А дальше что? Ну, а дальше вы уже победитель по жизни, наверное. Спасибо тебе большое. Правильный ответ. Лёна, привет. Победительницы по жизни. Спасибо тебе большое. Я тебе потом позвоню. Целую, пока. Давай, давай, давай. Ну, давайте полтора балла Анастасе за чит-код и... Круто. И Алена, Алена, Алена. Так, помнить свои ответы. Приветик, приходи к нам. Встретишь еще много цитат. Двигаемся дальше. Лариса Долина. Есть номер. К сожалению, нет. Вслед за испытанием я получаю такой подарок, что остается только ахать, охать и... Недоумевать, что ли, я не знаю. Нет, нет, это она наслаждаться. Какой вы скажете конечный ответ, мы такое примем. Хотите, девочки вам помогут. Я думаю, что радоваться. Радоваться? Да. А, да? Давайте уже посмотрим правильный ответ. Что-то задушнила эта Долина. И шептать спасибо. То есть радоваться. Ну, да. Спасибо. Лариса Долина, не ругайте меня, как карнавал. Вот кого звать надо было туда. Кстати, Галкин, че говнишься, приходи. Марина, цитата для вас. Я надеюсь, без физиологии. Стас Михайлов. Женщина-лидер для меня... Женщина-лидер для меня... Может быть, неприемлемо? Дороговато. Не по карману. А вы прислушаетесь к человечему. К какому? К Стасу Михайлову? Женщина-лидер. Так, ну ладно. И приемлемо! Давай не по карману. Стасу Михайлову? Вы серьезно? Слушай, это раньше он через день... Ему доступна Ангела Меркель. Через день давал концерты, а сейчас Кремль пустует. Сейчас у него не все... А как? А сколько может стоить? Женщина-лидер? Тысяч 12. А это смотря какой страны. Смотря какой страны. Откуда у него эти бабки? Есть и третьего мира. У меня такой же прайс, как у Кристины из холостяка. А кто это? Ну что же, Мариночка, смотрим правильный ответ. Давайте посмотрим. Неприемлемо. А я не то говорила. Это я говорила. Неприемлемо, да. Неприемлемо говорил ты. У нас голоса похожи. Я подумал, что это я. Но... Один в один вообще. Эй, по балу накину. Да. Спасибо. Эй, девочки, по балу. Чисто. Пассачик. С кайфом. Бал Марине, бал Насте, аплодисментики, мы двигаемся дальше. Юрий Шатунов. Самый любимый отдых, это когда сел на одном месте и... По крышам голубей гонять. Марина, давай подскажу. Давай. Ну-ка. Это когда сел на одном месте и задохнулся. Ага. Тот самый анекдот. Да. Вот этот. Сел на пенеке задохнулся. А вы знаете? А вы знаете? Я... Не знаете? Ёжик научился дышать жопой, сел на пенек и задохнулся. А если подумать, что это Шатунов? Учился дышать жопой, я... Слушайте, у Юрия Шатунова вот практически весь тезаурус, он здесь. Перед нами не хватает одного слова. Марина, Марина, отпустите ситуацию вообще, отпустите. Вот смотрите, обнуляемся. Так. Самый любимый отдых, это когда сел на одном месте и... Ласковый май. Фидеи. И ласковый май. Тише. Я уже говорила это. Не хотят говорить, сидишь, не принимают. Я затаскаю их по судам. Анастасия, может у вас есть подсказочка? Сидишь. Понятненько. Давайте посмотрим правильный ответ. Не надо никуда ехать. Ну окей. Ну ладно, мы тогда, у нас уже и переход хода. Аллочка, здравствуйте, давайте поиграем. Как же я вас люблю. Ой, спасибо, блин. Даже не знаю, кого больше. Наверное, его, Сергей Жуков. Я не хочу, чтобы когда-нибудь обо мне сказали, что ужасный сорокалетний старикан Жуков... Что ужасный сорокалетний старикан Жуков... Жуков. У Жуков есть старикан. Жуков истребляет на своем картофельном поле. Нормально. Хорошо. Один балл, правильный ответ, что сорокалетний старикан Жуков прыгает по сцене, как олень. Но ваш очень, мне очень понравилось. Вам понравилось про Жуков? Очень. Продолжаем с вами же. Ален Делон, я скорпион, увлекающаяся натура, у меня мерзкий... Я поняла. Я скорпион, увлекающаяся натура, у меня мерзкий член гуляет по всем. Один балл, а правильный ответ. У меня мерзкий, скорее, неуживчивый характер. Вообще не очевидно, конечно. Мерзкий член гуляет по всем. И на этой прекрасной ноте второй раунд подошел к концу. У нас впереди третий раунд. Обряд! Обряд! По итогам двух раундов Марина Кравец 12,7. балла. Ого! Алла Михеева 12,5 балла. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня было 0,2 балла. Вы мне начисляли... Это не ко мне, это к вашему любимому Тамби, можете вот обратиться. Вы мне начислили, 0,2 балла вы мне начислили, я не помню, за разговор с папой, что ли. Ну за что-то вы начислили, у меня не может быть и нас на пятер. Нет, но до этого потом 0,5 я начислял. Ну, так это будет ли я забрал. 0,2 было у Марины. Да, у меня теперь 0,7, да, сейчас из-за этого. Да, у вас, Алла, было 0,5. Все записано моими красивыми руками. Подождите, а Марине дали 0,2 моих балла? Нет. Я открою секрет, все баллы здесь ваши, но мы их равномерно распределяем. Ну ладно, вы... Да ладно, хотя бы объяснили, понимаешь? Аллочка, ну что же, вы удовлетворены, все хорошо? Ну нет. А что? В чем проблема? Я по-другому удовлетворяюсь. Я тебя повстречал весною, была очень красивая погода. Я, когда тебя увидел, прям с ума сошел. Отперед, вперед, я бегал, сердца не нашел. И теперь игрой, ой, я люби свой баскетбол. Твоё кольцо слишком, слишком высоко. Я, когда тебя увидел, я тебя увидел, я тебя увидел, я тебя увидел. Я, когда тебя увидел, я тебя увидел, я тебя увидел. Я, когда тебя увидел, я тебя увидел, я тебя увидел. Я, когда тебя увидел, я тебя увидел, я тебя увидел. Я, когда тебя увидел, я тебя увидел, я тебя увидел. Я, когда тебя увидел, я тебя увидел, я тебя увидел. Я, когда тебя увидел, я тебя увидел, я тебя увидел. Я, когда тебя увидел, я тебя увидел, я тебя увидел. Я, когда тебя увидел, я тебя увидел, я тебя увидел. Если хочешь, я тебе всё отдам Если надо, у меня есть Лиза, Амстердам Может хватит, Джанна, мою глупых драм Мы тогда с тобой, и построим мы любовь Джанна, недостатки мои, я в расчёт пересмотри Джанна, если видишь, что я морошок, то ты прости Джанна, главное, меня с собой, веди ты по пути Джанна, я с тобой ходил, если надо, утонул Джанна, Джанна, Джа, Джанна, Джа Жанна, жанна, жанна... Это третий раунд, обряды. Ты очень громко дышишь, правда. Он зевал. И начинает третий раунд Настасья... И начинает третий раунд Настасья Самбурская. Принесите ее назад после этого крика. Настасья, у вас появился стульчик, вы устали? Как будто я не знал. Да, Настасья устала, ему дали стульчик, а что бы нет, это блицкрик. Просите, что, кайф? Кайфуйте. Общий кайф. Настасья, вы готовы? Обряд для вас. Чтобы ребенок вырос богатым, жители Руси ели... Ну, это вкусненько. Сейчас, давайте. Уже были сегодня такие вопросы, да? Слушайте, мы больше жители Руси или вы жители Руси, в конце концов? Эмиль, подожди. Смотрите, нам невкуснее. Ну вот, нам, черножопам. Кринину? Да нет. Это-то вкусно. Это-то вкусно, но нельзя. Ну, наверное, какой-то корнеплод все-таки. Свеклу, я не знаю, сырую. А вы прям правильно хотите ответить? Ну, смешно-то уже не получается. Ну да, ну ладно, ничего, такое тоже бывает. Давайте посмотрим правильный ответ. Жители Руси ели острую кашу, которую подавали в меховой шапке. Ни разу не ели. А брали меня, нет, покажи. Ты что-то ел? Да. Ты в пушнине икру. Буквально с утра. Аллочка, ты никогда не ел? Сначала из меховой шапки, потом из пиджака Рустама поел. Марина, обряд для вас. Лавлю. Итак, в Финляндии ежегодно проводятся соревнования по метанию резинового... Лосося. О, лосося. Так вы это называете? Правильный ответ. Наверное, они там... Резинового сапога. А, так просто. Ну, вот так вот, да. Аллочка, здравствуйте, давай, поиграем. Просто люблю, люблю, не могу. Итак, Аллочка, после обеда в Китае необходимо громко рыгнуть, иначе хозяйка... Иначе хозяйка, я знаю просто правильный ответ, иначе хозяйка подумает, что ее не уважают, и еда была невкусная. Обязательно нужно рыгать, пукать. Это искренне вам говорю. Искренне. Это... Это правильный ответ. Ну, я тут даже очки сниму, браво. Правильный ответ, что ее еда невкусная. Продолжаем с вами же. Поиграем. Во время праздника Фомадихана мадагаскарцы откапывают своих предков и... Сажают за стол. Танцуют вокруг них. Наливают им вино. Еду кладут. Кредиты. Да. Елочные игрушки. Во-первых, и вспоминают заодно. Рассказывают, что случилось, что прошло. Словно не вспомнить, когда уже откопал. У меня вот сын родился, познакомься. А почему нет, кстати, прикольно. Ну, прикольно. Как вы думаете, прикольно? Перепрятывают. Ну, не, не, не прикольно, не прикольно. Правильный ответ устраивают с ними танцы. Ой, я говорила вокруг них танцев. И я была права. А как же? А как же? Я сказала, что они... Все верное вообще сказал. Откапывают своих предков. И сажают за стол. Они наливают им. Они кушают. И потом случаются танцы. Это я все имела в виду. Ну, вы имели до тусовка. Ну, да. Ну, ладно. Два балла. Все. Не воняйте. Два балла. Продолжаем с вами же. У нас все еще шоу. Близ Кри. Еее. Эскимосы сажают своих стариков на льдину и отправляют в море, чтобы те... Были наживкой для акул, чтобы их поймать потом. Или китов. Это поймать на деду. Китобойня. Что такое? Это знаменитая ловля кита на деда. Я знаю. Нет, но один баллик заслуживает. Это действительно прикольный вариант. Настасья, а у вас был какой-то... Я знаю. Чтобы они там, собственно, и умирали. Последний путь. Да нет. Правильный ответ. Чтобы они посмотрели море. Правильный ответ. Замерзли до смерти и не претендовали на пищу. Какой кошмар. Представляете, вот так и происходит. Бал. Бал. Ну, конечно, бал, Настасья. Что вы там? Ну, вот это уже, кстати, нечестно. Ну, почему же нечестно? По отношению к старикам или ты все про баллы? К старикам. Так-то их... Давайте дадим им два балла. Правда. Такие вторички замечательные. Фонд. Благотворительный фонд Блицкрик. Два балла переходят. Но вы уже три раза подряд успешно, получается, ответили. У нас переход хода. Настасья. Значит, обряд для вас. Угу. Хорошо. Справочки принесли. Давайте все сюда. Так. Ой, нет. Это надо вам вжек. Итак, обряд. Вжечь. Чтобы остановить пожар, русичи ходили вокруг горящего дома и... Пели они, наверное. Ну, как призывали кого-нибудь бога, там, бога воды. Ну, просто пиздели вокруг, типа, ну, вот пожар. Всем привет. Я сейчас вокруг горящего дома. А это работало в итоге или нет? А не много ли вопросов? Дайте уже вариантик какой-то. Чтобы остановить пожар, русичи ходили вокруг горящего дома и... Аллочка, помогите Настасье. То есть, ловить на деда мы не слышали. Ну, что, я думаю, у меня единственный вариант, потому что петь это банально, они плотность... Что, когда пожар, нужно одеяло кидать. Правильно? Они плотность... Чтобы оно сгорело. Они плотно из стенки так вставали и... Не пускали огонь дальше. По Руси. Так действовало это или нет? Чтобы ветер не раздувал огонь, они его... Ну, а что, дом метр восемь с тростом? У кого какое, чтобы остановить пожар? Итак, правильный ответ. Махали на него веником. Сравный ум. Ну, они как бы больные были, русичи. Действовал ли этот... Отгоняли злых духов, как вы думаете? Да причем... Они же... Как это могло действовать? Дождите, наоборот... Слушайте, это вот... Разгоняло пожар. Ну, они как бы херней занимались, честно говоря, эти ваши русичи. Наши русичи. Наши... Наши... Ваши Рустамы. Ну, вы пока немного подумайте, порастраивайтесь по этому поводу. А мы пока... Мариночка с вами. Ну, давайте попробуем. Невест из центральной Нигерии за несколько месяцев до свадьбы запирают дома и... И знакомят с семьей жениха. А зачем запирать при этом? Там что... Или откармливают, чтобы она была полная. Ничего себе. Потому что, ну, дородная, это центральная, там нормально, там места много. Правильный ответ. Откармливают. Два балла. А, Марина, продолжаем с вами. Давайте. Обряд для вас. Давайте. Римляне считали, что если помоют ноги в унитазе, станут... Боже, ну, богатыми. Не знаю. Вонючими. И поэтому утром начиналось... Правильный ответ. Станут богаче. Вы угадали. Два балла. Продолжаем с вами же. Итак. Унитаз. Ну, странно. На Тайване существует поминальный... Сейчас я, прости, пожалуйста. Что, да? Я сейчас. Вы, вы. Продолжаем с вами. Это там женщина... Это в Тайване было, когда женщина в ванной лежала 12 часов, она пыталась... Тоже, да. Там было. ...вируса. Да. Да, 0,1 балл за внимательность. Да, 0,1 балл за воспоминания. Продолжаем. Давайте. На Тайване существует поминальный обряд, во время которого для усопшего вызывают... Стриптизеры? Да что это? Да вы что же это такое-то? Это... Вы что, староста какая-то? Вы что такая умная? Правильный ответ? Стриптизершу. Как? Ты знаешь? Я не знаю. Я не знаю. Два балла три раза подряд. Коллективная, бессознательная. Сорян. Просто вообще какое-то инфополе просто попало. А внутри? Да, я умная. Я их уделала. А внутри мне поиграем. Три раза подряд вы уже успешно ответили. Мы переходим к Аллочке. Пожалуйста, пожалуйста. Ну что, готовы? Да, но я далече потеряла после того... Такой игры. Обряд для вас. Можно, да. Класс. Один. Один. Пока. Пока. В случае рождения недоношенного или слабого ребенка, славяне оборачивали его ржаным тестом и... Ждали, пока он настоится. Запекали очень ужасный время, правда? Ну, ему же нужно дойти... Потом, значит, рюмочкой его так, оп, на пельмени. Ну, как... Ну, может быть, и правда клали в печку, чтобы там тепло было, без огня. А, в печку! Скорее всего. Но не в горячь, да, не в 230 градусов обряд. Ваш ответ в печь. Чтобы было тепло ему, господи. Блядь, ваш ответ в печь. Давай! Итак, правильный ответ, оправдали в печь. Отлично. Два балла. Сраный умный. Поясните, пожалуйста. Марине можно 0,2 налить. Полицию? Позвонить в 0,2? Да, и Марине 0,2, хорошо, вот все. Сраный умный, а расскажите. Да, Марина была права, это была не прям разогретая сильно печь, это была едва теплая печь, считалось, что таким образом, видимо, по ассоциации с хлебом ребенок станет крепче. Ну и что же, на этом третий раунд подошел к концу, и мы ждем подсчета баллов. По результатам игры. Настасья Самбурская 13,6 балла. Третье место. Марина Кравец 18,9 балла. Алла Михеева, 19,5 балла. И сегодня у нас победила Алла Михеева. Это было все. Блиц 3. Блоток! 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 Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин... Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова